вас приветствует канал мошенники аферисты фармазона здравствуйте добрый день меня застали дома ну можно сказать заработать конечно очень и очень ну так слышал конечно так но в полуха перспективно такое направление там зарабатывают если в этом разбираться неплохо можно заработать хорошо а ну смотрите давайте так объясню в принципе вкратце что это за направление максимально простыми словами без там какой-либо сложной терминологии а там уже с вами от этого будем отталкиваться хорошо да давайте хорошо тогда я пару вопросов регламентах вам задам вы мне подскажите первую очередь сколько вам лет полных сколько мне лет сколько лет вам полных 308 полных лет хорошо гражданство российской федерации да российской федерации хорошо олег тогда смотрите первую очередь что такое инвестиции я думаю понимаете да то что это вложение собственных средств целью приумножения в этом направлении происходит все достаточно просто есть несколько способов заработка это как просто-напросто получение дивидендов либо же активная торговля то есть купили дешевле продали дороже на разницу заработали об этом я думаю что нибудь слышали правильно алло алло олег перестал слышать вас не слышу да 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 я понял олег вы мне подскажите вообще как у вас по времени вот что слышали просто я слышу вы немного и средоточены на разговоре правильно понимаю я нормально нормально хорошо а река что именно да я так понимаю вы просто еще спите как-то одно ухо со мной одно ухо на подушке как-то я понимаю что это сейчас там продолжать разговор так ну да нет все нормально все хорошо просто смотрите олег а я объясню да почему такие вопросы просто к этому направлению нужно предельное внимание и соответственно как бы отвлекаться на что-то и либо же полностью быть здесь не сосредоточенным рекомендую потому что это не самый лучший вариант я нормально все мы можем разговаривать про заработок мне сейчас очень нужен заработок я готов все в сторону заработать все я понял вас хорошо олег ну смотрите то есть как вы и говорили как я вам и говорил я думаю вы слышали да про дивиденды про классическую торговлю то есть покупка дешевле продажи дороже на разницу заработали ну конечно конечно слышал да это слышали хорошо вообще сами чем занимаетесь а вот я сейчас как раз никакой сфере уже больше не тружусь я уволился с работы мне выплатили жалование за два месяца настал на биржу и собственно еще там накопил денег ну ищу ищу где бы применить свою кипучие никаких силы у меня была такая работа себя я в конструкторском бюро был ну там не сильно можно рассказывать об этом все я вас понял хорошо ну смотрите то есть объясню сразу в принципе сколько потребуется времени для данного направления хотя бы два-три раза в неделю по 20-30 минут такое время я думаю найдете в любом случае правильно легко замечательно объясню давайте тогда для чего потребуется это время то есть как раз таки так как мы работаем в рамках законодательства российской федерации здесь вы своими деньгами будете управлять самостоятельно поэтому а вам как раз таки нужно будет 2-3 раза в неделю заходить на свой инвестиционный счет и открывать те или иные сделки которые вам рекомендует специалист я могу чаще заходить если надо я могу чаще хоть каждый день буду там торчать лишь бы деньги прошли от этого у вас там по часовка или или как идет у вас зарплата по часовка идет сколько просидел столько получил или или как сдельно или нет олег смотрите то есть вы немного не поняли то есть это как раз таки неофициальная работа то есть это и то место где вам будут платить заработную плату то есть здесь вы будете инвестировать свои же финансы свое же время для того чтобы они приносили вам еще и неплохой доход олег а вы мне сразу подскажите вот чтобы я понимал если какие-то финансовые обязательства такие как кредиты микрозаймы аресты просрочки у меня кредитов нету я банком ничего не должен больше того банк мне торчит определенную сумму я за собой нет для чего они мне берут на похмел у меня с этим с опохмелом всегда все нормально я понял то есть микрозаймы не брали правильно никогда и мало того я даже скажу и не планирую правильно я с вами полностью согласен это такая кредитная яма в которой провалился выбраться практически невозможно хорошо хорошо а так далее как принципе в этом направлении все будет происходить то есть здесь вы создаете свой инвестиционный счет на котором вы будете собственно и работать а наши специалисты со своей стороны дают вам рекомендации сопровождают вас абсолютно на всех этапах сотрудничества для того чтобы вы выходили здесь на неплохой уровень дохода а в среднем среднем на первоначальных этапах то есть первый второй месяц работы у вас есть возможность уже зарабатывать от 35 тысяч рублей и выше но для начала я думаю вы как человек новый в этом направлении захотите попробовать себя с чего-нибудь небольшого с чего-нибудь малого правильно да хорошо олег поэтому тогда смотрите что нам с вами в принципе необходимо будет это как раз таки чтобы я вас познакомил со специалистом который поможет вам создать инвестиционный счет который поможет вам сам это приступить к работе чтобы вы прошли хотя бы тот или иной тестовый период тестовый период он заключается в том чтобы вы поторговали один-два дня увидели свои результаты увидели доходы и там уже принимали для себя более серьезное завершенное решение то есть как правильно развиваться далее в этом направлении да и в принципе сделаете для себя какие-то определенные выводы олег может быть вопросы ко мне какие-то на данном этапе есть задавайте не стесняйте абсолютно любой вопрос а а а а а а а а да дай да я слушаю я слушаю да олег вы со мной или с вами я с вами конечно все понял вас хорошо а вопросы есть на данном этапе какие какие то может быть у вас какие то вопросы появился у меня нет 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 никаких не было а вы что то спрашивали у меня спрашивали да олег спрашивал вас задавал вопросы вам но вы так особо и не отвечали на них хорошо так вы мне скажите в целом поняли чем будем с вами здесь заниматься если не поняли лучше говорите прямо как есть да тут как-то извините но я чуть-чуть закемариваю когда вы рассказывали не могли бы еще раз рассказать ну я с ночной пришел этого с ночной деятельности у нас сегодня там с друзьями запускали новую в общем запускали запустили я вот сейчас прям еще отойти не могу от запуска ну я не знаю может я сейчас просто сделаю над собой усилие буду следить за разговором и так а а долго долго это еще мне скажите ну смотрите хотя бы потребуется уделить еще минут 20-30 20-30 минут 20-30 минут еще хотя бы давайте так олег чтобы я не тратил ни свое время ни вас просто напросто как говорится вы лучше отдохните немного пару часиков я потом с вами созвонюсь а ну да а вы кто напомните гаспром компания гаспром сергей меня зовут сергей из гаспрома слушайте а вам не сложно пришлите мне смс это сергей из гаспрома мы с вами договорились потом переговорить я проснулся меня на смску посмотрела мне на всего в общем я вспомнил все это хорошо мало ли что бывает ватсапом пользуйтесь да пользуюсь пришли ватсап пришлете да ватсапе напишу вам ну хорошо давайте так все хорошо договорились тогда да отдыхайте я вам немного позже наберу всего доброго поспать трудовому человеку не дают барбосы сказал уже всю ночь ракету запускали нет ему надо с меня сейчас деньги содрать ладно посмотрим олег здравствуйте здравствуйте олег это сергей набирает вас вчера с вами связывался от компании гаспром помните как дела ваши да нормально а ваши тоже неплохо все хорошо олег вы мне скажите как по времени у вас сейчас пообщаться можем ну давайте пообщаемся да все хорошо отлично вы мне подскажите вообще помните о чем вчера общались с вами с какой целью вообще он звонил ну так смутно смутно все понял хорошо олег ну давайте напомню тогда мы с вами общались по поводу дополнительного дохода в сфере инвестиций а и в принципе вы вчера я так понимаю после ночной смены были и поэтому не освободилось пообщаться а вы мне вообще подскажите я так понимаю что нибудь ранее слышали про это направление правильно все слышал слышали хорошо а что именно слышали вообще пробовали себя ранее все слышал все пробовал ага хорошо и что пробовали торговал понял а где торговали вообще если не секрет и почему вообще прекратили эту деятельность или продолжайте торговлю на московской бирже торговал понял сейчас как вообще торгуете как успехи ваши сейчас временно другими делами занялся все я понял вас хорошо а ну смотрите то есть я объяснил вкратце буквально чем понимаете что предоставляем нашим партнерам как раз таки мы предоставляем полное сопровождение в данной сфере деятельности и предоставляем информацию на чем выгода заработает то есть сопровождаем и предоставляем параллельно аналитику а я так понимаю именно это вас и привлекло в данной рекламе правильно ну там у вас немножко по другому это формулируется там заработок от ресурсов как-то так смотрите здесь как раз таки мы сами не ограничиваемся на чем можно зарабатывать это могут быть как и ценные бумаги компаний это могут быть как и ресурсы нашей страны такие как газ, нефть, драгоценные металлы, верновые культуры и тому подобное то есть мы с вами будем рассматривать абсолютно весь рынок для того чтобы зарабатывать на трансляции хорошо значит вы брокер или кто вы? нет, мы являемся аналитическим центром газпром холдинг брокер кто? брокер подбирается индивидуально в зависимости во-первых от ваших возможностей от суммы старта и соответственно на тот сегмент рынка на котором будете вести торговлю ну вот я хочу торговать на московской бирже какой у меня брокер будет? кто? я сам себя тогда подберу по поводу брокера как раз таки я смогу вас в дальнейшем познакомиться с нашим специалистом который займется подбором вместе с вами брокера и соответственно вы сможете уже для себя определиться где именно будет вести торговля и какая это будет биржа это может быть как и московская биржа а почему не сейчас? это вопрос брокера, вопрос ключевой почему откладывать на потом? смотрите, вопрос брокера как раз таки это все обсуждается индивидуально то есть на каждом брокере разный оборок входа то есть где-то есть 1000 долларов где-то есть 100 долларов от брокера ну и соответственно здесь вы также будете подбирать все индивидуально странно конечно, ну ладно хорошо, а в чем странность? сначала выбирается брокер, потом приступается к работе как-то так потому что может то, что вы мне предложите, мне и не подойдет смотрите, сам брокер он также подбирается как раз таки индивидуально также под формат работы то есть если использовать, к примеру, долгосрочную перспективу именно это холодное охранение активов для получения тех же дивидендов и так далее то если брать московскую биржу, то это брокер будет такой как Тинькофф инвестиции и так далее если же рассматривать для себя брокера для именно трейдинга а именно краткосрочные сделки то здесь может быть брокер абсолютно любой это может быть как и наше отечественное, так и зарубежный брокер на котором вы будете вести торговлю так, ладно, тогда вопрос мы сейчас с вами чем займемся? ну же я так понимаю, мне надо переходить к вашему тому специалисту и заниматься вплотную этим вопросом когда я смогу перейти к нему? когда закончится наша с вами стадия и начнется его стадия? где заканчивается полиция, а где начинается Беня? хорошо, смотрите, Олег, то есть как раз таки буквально ознакомлю вас условиями как мы будем с вами именно вести торговлю соответственно, на взаимовыгодных условиях то есть здесь вы будете вести торговлю самостоятельно по рекомендации наших специалистов то есть вам будет предоставлен тестовый период это как раз таки несколько сделок там где вы будете открывать их и соответственно увидите свои первые результаты разберетесь в формате работы а там от этого вы уже будете отталкиваться познакомлю вас со старшим специалистом для подбора суммы и для подбора брокера вы уже приступили грамотно к работе ну хорошо меня принципе меня устраивает 43 какие-то ситуации неприятные и так далее вы мне подскажите какие-то активные кредиты микрозаймы ареста просрочки что-нибудь такое нет все нормально у меня с этим все понял вас такого ничего нет микрозаймами также никогда не сталкивались правильно да никогда не сталкивался я вообще аккуратный водитель все понял хорошо смотрите объясню почему задаю такие вопросы потому что в моей практике был случай когда партнер выводил себе прибыль на банковскую карту и соответственно а были списания от пристава по микрозаймам чтобы такого не повторилось это вопрос лучше заранее да нет вроде все выяснили хорошо если вопросов нет тогда буквально в течение до минуты я сейчас уточню кто из специалистов свободен и вас к ним познакомлю вы мне скажите олег у вас ручка листочек есть на всякий случай под рукой я принесу надо будет что-то записывать хорошо на всякий случай возможно какая-то информация потребуется чтобы я не забыть нужно все таки написать все протяжу да 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 александр все замечательно на всякий случай запишите себе его фамилию имя отчество а фамилия его белу какого года рождения какого года рождения у него российское гражданство конечно понял хорошо хорошо тогда объясню чем занимается роман дмитриевич как раз таки в его задачу входит подобрать для вас первоначальные условия подобрать для вас брокера подобрать для вас сумму которые вы будете приступать данном направлении и поможет вам сделать первые грамотные шаги в это направление смотрите олег вы мне подскажите для дальнейшей связи обратной есть по этому номеру да ватсап все прекрасно тогда я передаю ваши контакты роман дмитриевичу и я думаю в течение пяти максимум все хорошо да 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 понял до свидания все скрипты как под копирку этот был без забыл уточнить было ли когда-нибудь у меня еще какое-то гражданство а так все один одно к одному алло алло олег день добрый да здрасте роман да это роман вас набрал старший финансовый эксперт должны были представить очень приятно вознакомиться надеюсь взаимно давно взаимно олег я бы хотел супер я бы хотел у вас поинтересовался как поняли чем будете заниматься в принципе для чего нас с вами связать ну нас вами связали для того чтобы мы с вами подобрали брокера подобрали сумму с которого с которой начнем а ага супер а есть какие-то предпочтения для брокера до собрался на мосбирже поторговывать может на другой бирже на импортное может тоже но на мосбирже в обязательном порядке должна быть включена ну и а почему именно мосбирже выбираете но есть у меня некоторые наметки на компании российские те которые вот единороговые такие я знаю что некоторые компания третьего эшелона они очень сильно выстрелят хотел бы поучаствовать не только в иностранных но и в российских тоже и на это самос собой но вы должны понимать что так как мы охватываем все в принципе четыре направления рынка не только фондовый рынок не только товарно-средневой рынок также валютный и криптовалютный рынок у вас был опыт торговли до был я рассказывал был у меня услышал ну а в принципе положительный опыт да положительный не понравилось все супер самостоятельно работали самостоятельно и с племянником на племянник почти такого же возраста какие я понял ага ну хорошо в принципе знаете такая вот у вас и некая команда получилась правильно команда особо не было он в этом деле прошаренный я менее прошаренный ну так кое-что у него подсматривал просто вот все у того что вы все таки ну новичок я могу вас назвать только так почему потому что вы все таки знаете говорите там только на мозг бирже хочу торговать и так далее все у того что сейчас очень много санкции вы не должны полагаться только на внутренний рынок это но немного небезопасно не я не собираюсь не меня все правильно вы говорите только на внутренние я да никаким образом не буду я и на тут и на тут я на на все рынки немножко туда немножко сюда немножко китай немножко индии немножко бразилии немножко мексики африканские южно-африканские компании хотелось бы там чили хороши импала импала не торгуете мы торгуем всеми направлениями рынка и все активы которые доступны на миром финансовом рынке вы должны понимать что это нужно грамотно пополнять так как сейчас на внутреннем рынке это в принципе используют только внутренних брокеров и так далее в принципе невозможно выйти на верующий на свой рынок вы как трейдер должны понимать что вам необходимо как раз кабинет уже не будете покупать там за рубль это американские компании будете покупать arrestee компании соответственно вам нужно менять валюту каким образом можно сейчас менять валюту только одним у нас в россии сейчас возможно только один способ это с помощью криптовалют кто-то слышали о криптовалюте возможно даже их пользовались почему только один способanda из вашего валюта нам бирже продается валюта на бирже но эту валюту нельзя как раз таки использовать в целях торговли на мировом финансовом рынке сейчас вся валюта которая находится в стране она удерживается для того чтобы рубль подкреплялся и так далее и соответственно чтобы обменять валюту вы можете использовать крипто биржу то есть это максимально минимальной комиссии максимально быстро максимально безопасно почему потому что используется система блокчейн у меня есть у меня у меня на хобби есть тезер не вопрос а как потом и как потом я буду перегонять на брокер я не слышал брокера кроме интерактив брокерс который в общем как-то скрипой бы завязан был бы любые как раз таки брокера которые как раз таки позволяют пополнение через криптовалюту то есть брокер он подбирается индивидуально я как старший финансовый сервис не могу вам как раз сказать на каких брокерах вы сможете торговать то есть возможно это интерактив брокерс или же это сакс обман или же fx pro ninja trade и так далее то есть брокеров большое количество соответственно вы должны подгорать это все индивидуально вы не будете торговать только на одном брокер вы сразу будете охватывать несколько брокеров так как есть брокеры которые в принципе только на фондовой бирже которые там только форекс торгуют кто-то только там товарно-сырьевой продукт торгует кто-то только криптовалюту и тогда то есть нам необходимо с вами зарегистрировать там торговый терминал который вам позволит в принципе знаете как оболочку для того чтобы торговать и подключать различные брокеры дальнейшем так я понял тайгер он платный чем я буду тагер подключать тагер волфикс они платные я не буду на них еще ничего не заработал уже пути а правильно скажите так я не понял брокер ну как на каком этапе будем брокеры выбирать вы сегодня же пополните свой счет и как раз ким дальнейшем пообщайтесь с аналитиков и подберете того брокера с которым вы будете торговать я так не пойдет индивидуально сначала подбираем рокера потом от пополняем счет как и чё ли может мне не подойдет а по каким критериям вы не подбираете много критериев есть какие критерии например на вам зачем вы же не будете со мной подбирать вам это зачем а каким образом вы будете подбирать с аналитиком рокера если вам необходимо сейчас пополнить счет какой счет терминал какой ну счет где будет я имею ввиду терминал счет торговый терминал с хобби со щек сейчас данный момент пригоняете финансы на торговый терминал далее под не поняла вы хотите сказать что у меня счет на торговом терминале будет открыт есть такой торговый терминал который внедрен крипто кошелек конечно мы подключайтесь через api и брокера которые будут вам предоставлять брокерскую следу мне надо сначала найти брокера нормального убедиться что этот брокер мне похоже подходит потом открыть счет у этого брокера и потом уже его перегонять посмотрим какой порог у этого брокера посмотрю какой порог с какой суммы вы хотите порог бывает разный том-то дело что исходя из суммы исходя из графиков которого будете торговать подбирается и брокер немного не понимаете наверное значит у меня не больше да на пина первичный депозит не больше трех тысяч затрачу рублей долларов 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 каких рублей для того чтобы посмотреть как это все работает я как старший финансовый эксперт вам не говорю сейчас максимально быстро приступать работу под сопровождение соответственно вам нужно хотя бы в тестовом формате посмотреть как это все работает минимальный счет который можете себе открыть это 300 долларов счет где 100 долларов вы откроете я еще раз повторяюсь есть торговый терминал который внедрю крипто кошелек вы пополняете его данный крипто кошелек потом подключается вот различные брокеры которые возможны далее подключается от через аппетит торговый терминал не сначала мы выбираем брокера а потом уже подключаем пополняем не вы здесь будете условия у нас есть четкие условия четкая стратегия почему вы сейчас свои условия ставить ну потому что по-другому я не буду делать почему нашим не переживаете боитесь мои с моей точки зрения это абсурд такой абсурд моей точки зрения надо сначала определиться с брокером и открыть счету этого брокера а потом перевести деньги пусть хоть через крипту через что хочешь перевести деньги на счет этого брокера до какой-то кошелек привязанный к терминалу зачем он не нужен кошелек привязанный к терминалу терминал у брокера конкретного любого брокера может быть 1 2 3 терминал хоть 10 терминалов которые будут связывать счет открытый у брокера с биржей там допустим тот же тиньков может на своем терминале работать может на внутреннем приложении давать может на quick давать если захочет ну и так далее и тому подобное терминал меня вообще как бы не сильно чем к чему-то обязывает можно нами так 5 уйти можно да полно этого сила а вот брокер какой будет вот здесь уже да здесь уже загвоздка мне бы хотелось самого начала определиться сначала с этим на каком брокере вы бы хотели работать с аксабанк за трейд интерактив нет еще нету ну можно можно принципе через саксабанк можно если вы уже можно принципе через саксабанк но дело о том что мнение деталек вот обслуживания саксабанковского мнение известно может ваш специалист мне расскажет кое-какие детали для того чтобы принципе берется самый минимальный счет чтобы вы как раз пообщались с аналитиком и уже открыли свои первые сделки проверили брокера как он работает соответственно в дальнейшем уже будете решать дальнейшие стратегии минимальный счет где берется торговый терминал торговый терминал не открывают русского типа на терминале счетов не бывает сколько сколько лет сколько лет вы уже торгуете не важно важно на терминале счетов не бывает терминал это оболочка программная которая связывает счет у брокера с биржей модель все термин термин определенных терминала которые сейчас данный момент включают в себя это кошелек который вы можете пополнить далее уже подключать любого брокера так как сейчас у нас невозможно с карточки и так далее пополнять различных брокеров понимаете не ну крипто кошелек это же промежуточная стадия я же не смогу купить за тезеры какие-то активы акция не смогу купить за тезеры не смогу поэтому должен быть обыкновенной валюта счет открытой валюте долларовый счет должен быть это долларовый счет открывается у брокера поэтому чтобы открыть надо сначала выбрать брокера вы зарегистрировали интерактив брокерс еще нет я же вам ответил все регистрируйте так только требуется подождите выжать а почему интерактив почему не с акса банк вы сказали что я буду с кем с кем-то там выбирать этого брокера но расскажите мне преимущество определенные условия если вы не хотите по нашим условиям работать мы в дальнейшем также не будем ну мы просто стоим топчутся на одном месте расскажите об этих условиях вы же мне сами предложили с акса банк я хотел бы узнать алёк дурачок нервный сам выходит из себя от своих же условий так сейчас я ему перезвоню где этот дятел не берет трубку он вообще какой-то левоватый элементарное затруднение выбрать брокера не подготовился то ему виноват отбой на этот додик меня еще и заблокировал судя по одной галочке ватсапе такой вообще ранимый неженка здрасте меня зовут виктор звонил в отделах для качества проекта кинков инвестиции ранее общались с нашим менеджером верно да вроде бы воде олега подскажите а почему не приступили к заработку у вас что-то я так понимаю не получилось может условия какие-то не подошли ваши конкуренты получше будут конкуренты газпром инвест холдинг и максимаркет условия вам больше понравились у них чем наши все ну какие все допустим процентом допустим обслуживание что именно процент об обслуживании комиссия все у них ну вот мы не берем комиссию за сделки а там комиссия за предоставление информации у них а у них акция не пять процентов сейчас берут пять процентов вам дадут от вашей инвестиции мнение не за предоставление мне информации возьмут всего пять процентов по акции у них акция хорошо но а почему же вам может менеджер вам не рассказывал про наш бонус то что мы нашим новым клиентам на данный момент даем есть бонус даем 50 процентов от их инвестиций мне кажется это было бы более корректно и более вам лучше чем всего лишь процентов от того что ну вот вы будете работать специалистами получать информацию тем более 5 процентов но я вам так скажу это мало значит просто проект может давать не качественную информацию вы же не знаете может он все-таки возьмет 5 процентов но вы там потеряете деньги не у них просто акция они вот для привлечения дополнительных клиентов и окончательного угробливания конкурентов скажем так они вот сейчас привлекают себе за пять процентов хорошо но смотрите на вам же было бы лучше не 5 процентов а получить бонус 50 процентов от вашей первой инвестиции допустим даже если вот берем нашем проекте минимальную то есть минимальный взнос то есть инвестиции то что вы вносите вы на свой инвестиционный кошелек то есть вы получаете 50 процентов бонусов это же было бы лучше чем 5 процентов верно а я могу вот эти потом 50 процентов бонусов вывести вместе с другим а у вас есть какое-то ограничение вот 50 процентов не более чем там какая-то сумма ну смотрите это работает на минимальные инвестиционные портфели которые у нас есть то есть допустим вы можете получить также бонус если вы начнете с пяти ну с 50 тысяч рублей 25 из 10 10 это минимальный у нас то есть снос и вы получаете то есть пять тысяч рублей то есть максимальный бонус который вы сможете мне предоставить это 25 косарей ну это друг мой но это ни о чем но согласитесь но вы тоже понимаете что если вы будете инвестировать больших сумм это придется ну то есть берем с миллиона 500 тысяч миллион рублей вы же понимаете что но такой бонус давать тоже не выгодно также компании конечно понимаю которые тоже начинают больших сумм понимаете это просто так раздавать деньги тоже поймите неправильно будет конечно понимаю конечно я понимаю если вы ищите проект которого то есть вы хотите именно начать с больших сумм то есть начиная там средний у нас инвестиционный портфель это 100 тысяч рублей 500 тысяч рублей и 1 миллион так ну дальше уже там скажем так уже идут очень большие суммы я не хотел бы вам то есть предлагать и тем более почему я вам предлагаю минимальное чтобы вы именно сами убедились что здесь то есть получите бонус поработайте поймете какую информацию дает наш специалист и также сможете поработать с другой компанией и понять что они дают и что вам более выгодно и какая информация вам больше приносит то есть прибыль какой проект какая компания верно да ну не знаю них все-таки как-то получше будет я могу сейчас договориться вы тоже специалистом будете получать те же самые пять процентов те же самые просто не каждый специалиста это возьмется но я могу вам найти специалиста который согласится получать то есть комиссию пять процентов а как это вы так то то даем пять процентов то не даем что даем по регламенту мы даем 50 процентов именно бонуса но есть специалисты которые просто набирают для себя клиентов чтобы именно уже закрыть отчет месячный по количеству клиентов и по наработкам с клиентами я не понял как они будут разбираться с отчислениями в адрес компании что это они хотят беру 20 хотят 5 как это так нет почему 20 наши специалисты берут 10 процентов ну хорошо хотя 10 берут хотят 5 на компанию кто будет платить просто это вы работаете с одним специалистом мы подбираем специалиста и даем а он у него есть своя команда аналитиков который ему и предоставляет эту информацию журналисты политологи экономисты очень странно что у вас такая специалисты решают какой процент устанавливать это значит что компании в принципе компания не следит за этим всем за вот этим аспектом компания начать не следит не каждый каждый специалист чуть ли не сам себе решает сколько ему процентов брать клиента это очень какое-то непонятное такое решение вас ужасно слышно вас прерывается голос нет у меня нет не может быть у меня всегда хорошая я могу поговорить я не уверен в том кто возьмется работать под пять процентов но в принципе я могу обговорить это со специалистами если кто-то согласится то есть под минимальной работы с вами то есть пять процентов я практически ничего не понимаю не интересно то что вы говорите но я почти ничего не понимаю за то что прерывается звук сейчас слышите алло 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 да слышите меня плохо смотрите давайте я вам наберу на ватсап может на ватсап у вас есть ватсап 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 ну есть конечно есть давайте да давайте давайте да давайте да да на этом конечно все прекрасно сейчас я вас наберу да да набери набери и мурзик бросается в бой чтобы увести клиента в аналогичного мошенника а потом эти все крохоборы и говноеды будут рассказывать что мы на всу работаем мы добываем деньги до фронта если ты деньги добывал до фронта то тебе все равно было бы было бы на кого попался я на тебя ли либо на твоего конкурента он по сути не конкурент будет он тебя собрат будет мы шоба будете работать на одну великую патриотическую задачу а тут у каждого каждый друг у друга хочет кусок хлеба урвать говноеды и крохобура по-другому никак что-то звонил у него сорвалось сам сейчас звоню ему алло алло вы звонили только что да 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 теперь лучше слышно меня ну нормально да а что так вот прекрасно вот прекрасно смотрите я вот что вам и обещал мы скажем так вы будете работать с нашим специалистом вы можете просто попробовать он если согласиться на пять процентов я об этом узнаю то есть переговорю с начальством если скажут да мне дадут добро в принципе мы вам найдем и вы можете работать на 5 процентов то есть либо же либо же вы можете работать с десяти но вы получаете бонус тут надо выбрать ну что-то одно либо 5 процентов либо вы получаете бонус я буду прыгать это все дело и зачем она мне надо я уже начал там хорошая компания дают мне хорошие средства а вы именно где то есть торгуете с ними на каком рынке и на нашей на на других там на всех мне кажется это мало сколько вы получаете от сделок процент сделок нижние нет для новых клиентов для со старых они там берут больше для привлечения новых лент в акции ну как как вам еще объяснить такое бывает хорошо но вы же понимаете что у каждого именно специалиста разный подбор клиентам и то есть разные какие-то скажем так новости которые они вам дают непосредственно которых вы зарабатываете там допустим какая-то компания сейчас выпустила новую поставку или вышел месячный отчет то есть компании из-за этого акции растут и не факт что вам так компания дает но скажем так ту информацию которая приносит вам хорошую прибыль я уверен в наших специалистов которые могут вам давать вот скажем так такие акции которые будут вам приносить ну примерно в день я вам так скажу где-то 800 ну тысячу рублей это если вы с минимальных начинаете если какие-то уже больше сумму да там идет более больше суммы которые вы заработаете процент с одной или иной акции мне просто интересно сколько вам получается зарабатывать одной акции вот с продажи и ну я так не не подсчитывал ну там заработки хорошие пожелать они что же своих специалистов хвалят вы тут уверены в своих они уверены в своих ну хорошо вы же можете также я вам предлагаю убедиться в том что кто из специалистов более одно скажем больше может вам принести то есть денег если грубо говоря просто понимаете вот допустим специалисты проанализировали рынок где-то пропустили то есть какой-то актив на котором вы могли заработать это же зависит от команды аналитиков то есть которых у вашего специалиста у той компании это также зависит у нашей вы же не знаете ну вот вы уверены в той компании потому что вы с ними сейчас работаете ну а вы же не знаете как мы то есть какой мы процент можем вам дать так а вдруг начну с вами проверять там все от добра добра не ищут понимаете там зарабатываю ну и нормально сейчас начну бегать по компаниям толку стакал так хорошо так вы же вы можете сейчас просто вывести проверить у нас это буквально может занять у вас ну там сутки поработайте откройте четыре сделки посмотрите то есть если хорошая прибыль если хорошая вы то есть можете остаться здесь вы с ними контракт никакой же не закинул не заключали верно мне я понимаю что вам интересно меня привлечь как клиента я пока не вижу каких-то там особых таких смыслов бы я деньги оттуда выводила к вам заводим я там уже прошел этот кексовый период мне все понравилось тестовый период прошу три дня это нормально ну вот вы тоже да тоже видите что там нормальная компания и посмотрел в принципе не показатель компании показатель компании это именно сколько клиент их не зарабатывают просто понимаете что если вам одна компания дает с одной сделки 6 процентов а другая вам дает 10 вы с какой компании будете работать 10 вы получаете верно ну да конечно вот вы же не знаете сколько вы можете заработать у нас верно же а сколько вы получаете прибыль ну смотрите в среднем наши клиенты то есть тестового периода с пару сделок я так понимаю вы начинали с тем же специалистом с валютного рынка верно да а вы откуда знаете вот так большинство просто понимаете именно чтобы показать и чему-то уже стандартам обучить проще начинать с валютного я также поверьте начинал с валютного рынка чтобы именно понимать как там дальше я буду работать и то есть уже понять какие-то то есть термины терминологию то есть и практику уже немного пройти бой если с акций идти там больше надо знать понимаете одна ошибка может вам стоит ваших денег чтобы именно чему-то понять научиться уже проще начинать то есть валюта рынка я вот возьму к вам побегу все деньги там перри перегруппирую заведу у вас получится хуже чем у них то как вы видите заведете обратно в той компании скажите у вас случилась какая-то там ситуация вам нужны были деньги сейчас вы готовы дальше работать поверьте это проблем никаких не составляет вернуться в ту же компанию потому что вы им дальше все равно будете интересны если вы хотите к ним вернуться они вам не скажут нет мы все с вами работать не будет так я бы за это время соус вами тут потрачу время я уже денег там заработал непонятно ну так вы можете проверить что ну сколько вы тут с нами заработать и если с ним меньше вывели деньги вы даже за сутки если вы уже прошли тестовый период и что-то понимаете вы уже за сутки поймете что вам может дать больше то есть что вам больше может процент какой дать компания наша и другая компания вы поймете до вечера одну допустим сделали все сделки продали их поняли что ну так компания или мы можем дать больше и там уже сами определитесь мне потом жаба будет давить заработал бы сейчас это повелся на этот тинькух и и все а там вы смотрите так почему вы там сможете именно с минимума вы заработаете то есть увидеть получите как у бонус еще тем более если вы решите именно получить бонус получаете бонус и то есть если вам не нравится вывели но уже хоть с бонусом верно да ну да я понимаю конечно но что-то мне кажется что у вас такая не очень вы просто вот бонусы такие даете нет нет хорошей жизни компания чего нет хорошей жизни не испытывает конечно компания нужду в клиентах не дается что это дается всем у нас вот смотрите помните ну вот недавно же была черная пятница у нас черная пятница этот бонус и работа для новых клиентов на данный момент на сегодняшний день еще бонус есть то есть мы его еще сегодня не убираю завтра его скорее всего я не уверен точно но завтра его скорее всего не будет так я вам говорю вы можете сегодня получить бонус определиться в компаниях не понравится заберете бонус хоть я вам не говорю с 25 50 с 10 начните попробуйте себя не понравится просто все вывели деньги забрали 5000 рублей бонус и пошли в другую паню я вам лично ничего не скажу я вот через свой вот сам звоню принципе я могу это говорить вы так говорите как вот наша это секретарша нашего босса когда мы начинаем упреки делать она говорит так я же не всем даю а по факту всем не знаю зарплату я не знаю я не знаю что вам сказать там нет это кажется что у вас сложные такие моменты вашей компании что вы отчаянно хватаетесь за клиентов бонус я тут прям ну смотрите я уверен на сто процентов если вы сейчас наберете той компании скажите что вы хотите вывести деньги начать с другой то вас также сама будут упрекать в том что нет вы с вами начали работать давайте дальше работать ну конечно будет цепляться за клиента да ну я уверен что вы не начали работу и сказали я не хочу с вами работать поменять начали бы с вами работать а компания вам сегодня бы позвонила вам поверьте так же самое бы они пытались перевести на себя верно понимаете если мы уже вторгаемся в сферы логики то здесь одна большая разница между вами и не ими они они дают скажем так бонусы на те деньги которые могут заработать которые еще не заработали просто будут чуть чуть меньше брать себе и это нормально ваша компания выделяет из своих фондов 50 процентов и это очень серьезно уж они по сути вы вынуждены распоряжаться уже фондовыми деньгами смотрите я же вам еще раз обещаю это бонус работает ну недолго спать начиная с пятницы до сегодняшнего дня сегодня он работает я же вы не говорю что мы уже полгода так да видно что вы придумали это все в режиме онлайн можете отправить не отправьте я посмотрю что сдавать давайте я вам сейчас отправлю одну секунду да отправь это придется не не ну сейчас не отключаясь отправьте на линии отправить вам обсудили так далее да конечно хорошо одну секунду а я зачем вы звук выключена зачем и звук выключаете у себя так я же вам отправляют из компьютера верно она сильно стучит сильно когда отправляете гремит ляжет и громыхает звук для темы просто смотрите чтобы вы именно не слышали там допустим какие-то также посторонних как менеджеры тоже общаются вам это звук не мешал также мне зачем вы как-то общаетесь от скрин какой-то сам скрин что отправили уже или нет давайте сейчас отправлю одну секунду сейчас я вам отправлю одну секунду это надо переслать на своего цап и после этого вам отключил этому был без запись микрофон сейчас одну секунду сейчас будет пыхтеть время выкраивать интересно что мне сбросит 50 процентов бонус еще под тинько в это все делать у нас ли слепить за короткое время какую-то хрень и про переправить его мне хренит уверения переправить мне мне кажется у него не очень такая слабая задача не очень простая ну насколько времени сидит надо его поторопить на ли он учу вы переслать не можете элементарно я вообще не видно они никто это что это это элементарной какой-то фиговина велосипеды нарисованными велосипедами торговать будем или что вообще не велосипеды ну просто так же сделано в виде нашего рекламы какая-то видно что это ваша реклама не тинькова нету ничего нету не 50 процентов нету сейл и все то издеваетесь ну вот я вам скинул фигня это нет почему взяли из интернета содрали первую попавшуюся рекламу черная пятница black friday нет почему же потому же не видно не видно не логотипа тинькова не количество скидок не бонус ничего не видно отправили называется так а зачем вы будете мне дальше вы уже сейчас отправили все я вам сейчас переделывать будете да а мне надо подождать пока вы переделаете да нет я ничего переделать не буду я говорю то что мне с компьютера рабочего надо переслать на свой ватсап хочу вы сразу не перед вами понимаете зачем вы сразу не сделали как положено почему вам не сбрасывайте всякую залипуху рассчитывая на то что я на это поведусь так смотрите я же вам отправил вы мне торопите говорите давайте быстрее быстрее ну что вы там это что же занимает время либо подождите пока я вам все скину и не будете меня торопить на чё там сбрасывала делается скриншот не отправляется если у вас официальный бонус делается скрин отправляется там одна минута даже меньше чудом вы собираетесь воротить такого непонятно уже давно надо было отправлять зачем мне текстовый вид не надо не текстовый вид надо в дизайнерском виде дизайнерском да смотрите я вам скинул текстовый вид именно как реклама была в пятницу так сделали то есть ну это не я эту рекламу делал это фигня не реклама не ко мне почему здесь нету логотипа тинькова почему здесь нету количество процентов почему здесь нет указания расписки по портфелям до каких портфелях это действует хорошо давайте так я вас переведу то есть на наше начальство и вы им зададите эти вопросы я не выписал что там надо что нет нам не надо созваниваться с вашим начальством нехорошо с вами именно звоню чтобы обсудить рабочие моменты они по поводу рекламы если бы я эту рекламу создавал или как-то в ней участвовал я бы мог к вам ответить вот у меня рабочий момент меня не устраивает не указаны то есть процент меня не у меня не устраивает то нету подтверждения ваших слов в подтверждение ваших слов вы сбрасываете всякую чушь которая подтверждением ваших слов не мне являться не хорошо олег так смотрите вы только хорошо если тут не написано тогда смотрите вы можете стать клиентом и сразу увидеть 50 процентов этих и вам это будет больше доказательства чем то что вы будете смотреть на рекламу где не указано 50 процентов верно неверно сейчас на данный момент просто прикопаетесь к рекламе за местом чтобы получить этот бонус именно в сумме картинки какой-то сотрудники приличной компании не говорят клиенту прикопаетесь я вам это говорю потому что ну я не могу понять вашу логику что у вас именно не устраивает реклама не устраивает вы за рекламой то есть не хотите работать не ощущение что вы просто врунчик который пытается до того чтобы заполучивать меня качество клиента подсунуть любую хрень на которую я должен повестись а вот я не веду хорошо олег смотрите я же вам обещаю вы только именно пополните свой инвестиционный счет вы сразу получаете то есть к этой сумме 50 процентов чем я вас обманываю если вас не устраивает реклама так это не ну я же вам еще раз говорю это не ко мне я не знаю я эту рекламу не создавал в участие ну в создании я не участвовал я вам не могу сейчас на данный момент ответить почему там нету процента не написано сколько процентов вы получаете или ту ну то есть знака тинько это не я эту рекламу создавал я никак не участвовал не оплачивал и ничего может быть потому что это не ваша реклама и вы ее содрали тупо с интернета найдите в интернете сейчас зачем мне это делать ну найдите если ну я собрал ее с интернета найдите зачем мне это делать зачем мне этим заниматься у меня нету цели бегать и кому-то доказывать у меня до сих пор вы меня не никак не убедили потому что вы поступаете честно и порядочно у меня большие подозрения их достаточно хорошо а как вам это доказать рекламы мне сейчас пойти сказать переделайте пожалуйста мне реклама для клиента чтобы он больше понимал это уже ваши проблемы вы мне скажите что у вас именно не устраивает а я нашел вашу это они подожди это не то не то сейчас еще поищу подождите секундочку так вы сказали что не будете этим заниматься теперь уже занимаетесь ну я в хозяин своего слова сам дал сам обратно возьму все вы куда-то пропали уже да все нет олег я здесь я жду пока ну я не знаю какого-то то есть от вас решение хозяин какого решения от меня ждете я не знаю что ну что вам еще то есть я вам все рассказал подробно рассказал то есть я вас не обманываю в бонусе это не то что вы начнете с вами работы все бонус не получите вам скажу что у вас его нет вы его при активации счета сразу же получаете откуда я знаю машину не обманываете точно так же как с рекламой не так это не работает хорошо а что именно вы хотите давайте сделаем так я вам даю сейчас часть бонуса то есть прошу чтобы вам зачислили часть бонуса и так этого будет доказательством просто я уже не знаю что вам да на этот телефон не зачистите часть бонуса на телефон ну так я могу на платформу вашу я не могу вам на телефон ну видите у нас ничего у вас нету так как я вам на теле ну это нелогично если я вам не могу на тену мы не можем отправить вам на телефон значит такого нету что это я могу вам ну то есть запросить на ваш инвестиционный счет создать его сейчас и то есть попросить чтобы вам именно часть бонуса отправили очень печально что никаких доказательств у вас нету я могу вам то есть отправить часть бонуса я же не уверен что вы станете нашим клиентом может вы заберете просто бонус и скажите ну все ребята до свидания я тоже не уверен что вы мне дадите бонус я может переведу деньги на счет а вы скажете до свидания а я не уверен что вы дадите бонус и вообще позволит вывести какие-то деньги обратно хорошо скажите мне ну а как вы хотите то есть это решение какое я не знаю какое решение пока что вы мне что-то предлагаете а я смотрю что так и всякая очередь не у меня предлагает хорошо смотрите давайте сделаем с вами так я по поводу всех финансовых то есть решений я не буду давайте я вас переведу на финансового специалиста и вы с ним пообщайтесь более именно в этом скажем так знающий и он сможет ответить на ваши все вопросы хорошо так а я не вижу смысла с ним общаться ну чё общаться это утомительно давайте вы именно зададите эти вопросы финансовому специалисту который сможет вам на них ответить на оно мне надо мне все равно я уже работаю с компанией это вы чё-то хотите здравствуйте олег это дмитрий кузнецов вас приветствует какие у вас то вопросы есть вообще никаких но подождите вы же задаете менеджеру вопросы по поводу рекламы правильно я понимаю ну к нему были вопросы к вам никаких нету ну так задайте вопросы по поводу рекламы вам интересны вопросы или какой вопрос вам интересует появятся вопросы задам обязательно пока никаких нету нет ну подождите вы задавали менеджеру вопросы то что вас интересует реклама правильно то что какой процент по поводу например согласно рекламы вы можете получить на свой бонусный счет я так понимаю вас это интересуется вам больше не ну если вы знаете какие у меня вопросы зачем вы просите меня чтобы я их повторно задавал это же утомительно вот я понял а в чем собственно ваша тогда претензии является когда ваш менеджер сказал что вы получите этот бонус виде процентов а может не получил нет вы получите такого условия у нас нет если вы что-то не получите вы просто когда заберете свои денежки уйдете в другую компанию работать одни получите здесь откуда заберу со своего инвестиционного счета а как они там окажутся ну вы самостоятельно будете пополнять правильно лошадь и у нас же понимаете вам вообще мы начали объяснить как работает вообще наша система вы не ложите деньги на свой инвестиционный счет определенную сумму естественно которую вы там захотите инвестировать вот эти денежки работают на вас согласно режимом у нас есть несколько вариаций да то есть первый вариант это второй вариант это автоматический режим в зависимости от типа проекта на который вы хотите попробовать свои силы вот согласно этому проекту вы получаете определенный процент согласно вашей инвестиции вот если что-то вас не устраивает то в любой момент вы можете развернуться и покинуть компанию забрать свои денежки а вы у вас был негативный опыт или где у меня у меня был негативный опыт в других компаниях лично у меня я пробовал различных компаниях были был ну как допускал ошибки потому что самостоятельно проявлял инициативу покупал например активы каких-то иных других компаний и советовался со специалистом поэтому это повлекло за собой какие-то негативные последствия а сколько вы потеряли потерял у нас есть юристы они вам помогут вернуть ваши деньги у кого это у нас подъезде есть юристы они вам помогут вернуть ваши деньги так вам помогли не вернуть ваши деньги мои да какие мои за которую вы потеряли наверно а я терял деньги мне кажется что да вам кажется да кажется так вы крещённый атеист тогда я не знаю даже что вам посоветовать атеисту когда когда кажется атеисту что нужно делать мы сейчас обсуждаем о вашей скажем так маленькой дилемме вот так вот вы говорите если я не смогу почему вы думаете что вы не сможете хожу со своим банком все получается вы же можете а мои деньги будут в моем банке нет они будут в компании находиться но только на вашем инвестиционном счету вот вы когда мобильный телефон пополняете да например я говорю деньги где находятся в банке находится правильно наверное ну вот видите как закреплены за вашим оператором и согласно тарифу определенному да они скажем так работают видео скажем так ну такой мелкой инвестиции которая позволяет вам общаться использовать трафик интернет да пользоваться там какими-то веб ресурсами также здесь это ваш счет открыто на ваше имя первое второе вы имеете право пользоваться им соответственно деньги физически находятся в банке на сегрегированном счете это ваш счет вы можете им пользоваться в любой момент перевести куда-то деть эти деньги вот так же самое как и в любом банке когда вы открываете счет физически деньги находятся в банке но эти деньги подвязаны под вашу ячейку соответственно вы когда захотите например с карты на карту перевести они же находятся на вашей карте естественно в банке находятся правильно вы даете согласие банку чтобы он перевел например какому-то другу подруге или там я не знаю родственнику или там себе перевод какой-то соответственно с банка они выводятся и переводятся в тот же банк только на другой сегрегированный счет персональный возможно а может быть и не персональный здесь вы имеете счет свой личный естественно деньги как находятся в банке они будут находиться в банке на вашем ячейке естественно в любой момент вы имеете право вывести эти деньги так и не как ваши эти деньги да воспользоваться ими там использовать контракт продать его купить все что угодно что вы пожелаете вопросы какие то есть у вас еще может быть ну да конечно есть ну задайся когда я перед тем как я в банк завожу свои деньги я с банком подписываю договор заключаю не подписывайте не подписывайте договор я подписывал со сберами со сберами подписывал договор но миллионы людей не подписывают договор а получают чек а я подписывал чек в нашей стране по моему является ну отлично я очень рад за вас то что вы подписывали просто я объясняю единственный момент гарантий для вас это является гарантией о переводе это ваш чек который вы предоставляете финансовый отдел как подтверждение о транзакции то что вы сделали перевод чек является вашей официальной гарантией то ли вы пойдете в магазин что-то купите например там любой электроприбор то ли вы продукты какие то купите то есть чек является официальной гарантией подтверждение того то что деньги например попали на ваш личный счет там здесь имя фамилия данные время перевода это является сугубо вашей гарантией перед банковской системой не так ли то есть вы подчиняетесь законами государства я правильно понял наверное я так думаю и вы подчиняете законам если вы не подчинялись то наверное вы были бы уже вне страны или же наверное не столь отдаленных местах если бы не подчинялись бы законом А скажите мне ИНН вашей компании, которая подчиняется банковской системе и на которую распространяются чековые гарантии. Я сейчас не готов на это, у меня сейчас нет под рукой. Ну, видите, вы сами ответили на свои вопросы. Почему на ответе вопросы? Я же говорю, смотрите, когда человек обиженный на эту жизнь, он начинает для себя искать какие-то отговорки или же другие варианты. Так я же говорю, что вас кто-то обидел в жизни? Вы много потеряли? Совсем-совсем нету ИНН у вас? Нет, я же говорю, я вам не об этом говорю, у меня он есть. Я просто у вас задаю вопрос, какая проблема? Вы, говорю, вас кто-то в жизни обидел? Вы много потеряли? Мне кажется, что вы не говорите о своих возможностях, которые вы можете здесь в компании приобрести, а вы ищете, по-моему, проблему. Так если у вас ИНН есть, почему вы его не можете мне продиктовать? Я говорю, он у меня есть, просто он находится сейчас у меня не под рукой. Он у меня находится сейчас в компьютере. Вопрос к вам. Вы ищете, допустим, я вам простой жизненный пример на пальцах приведу, да? То есть вы пришли к преподавателю английского языка. Вы хотите выучить английский. Вы у женщины, допустим, или у девушки, преподавателя интересуетесь. Не как я могу быстро выучить английский. Какие слова могу там спустя неделю уже говорить. А вы мне задаете вопрос. У вас есть ИНН? У вас есть какие-то еще моменты? Понимаете, о чем я говорю? Ну, конечно, понимаю. Ну, так вот, я вам прямой вопрос говорю. Вы ищете для себя какое-то оправдание? Так если у вас есть компьютер ИНН, почему вы не можете мне его продиктовать? А для чего он вам нужен? Пусть будет. Пусть будет, это так не работает. А как это работает? Не знаю я, как это работает. Ну, для чего он нужен? ИНН для вас. Оно какую-то гарантию для вас есть даст? Ну, допустим, я дал. Допустим, вы посмотрели его. Что дальше? А кто знает, если вы не знаете? Я говорю, я допустим дал. Вы посмотрели его. Что дальше оно вам даст? А вы дайте, и потом увидите. Нет, я вам говорю, что допустим, я уже дал. Вы его посмотрели. Что дальше? А почему нет? Нет. Что почему нет? Я говорю, я допустим, вам дал его. Дал вам. Вы посмотрели. Допустим, да? То как дальше мы будем действовать? Ну, так дайте и увидите. Знаете, я хочу сказать, Олег, что вам? Я вижу, что вы не ищете для себя действительно компанию, которая, наверное, как может изменить вашу жизнь. Наверное, знаете, вам какой совет дам такой субъективный для меня? Найдите лучше на себе, может быть, жену или девушку. И вот ей, наверное, подурите голову. Я думаю, наверное, вот так вот я вам совет такой дам. Так совсем-совсем у вас ИННа нету, да? Потому что я вижу, что проблема не в ИННе. Проблема в вас и в вашей голове. Понимаете? Не, я не понимаю. Ну вот, или сходите к психологу, а лучше, может, к психиатру. Может быть, он вам что-то назначит. Он найдет ваш ИНН? Нет, он найдет проблему в вашей голове, которая существует. Она очень глубоко зарыта. Может быть, даст ответы на ваши многие вопросы. Может быть, так. Ну, мне же нужен ИНН. Зачем мне ответы на вопросы? Нет, по-моему, вам не нужен ИНН. По-моему, вам что-то другое нужно. Откуда вы знаете? Мне кажется. Ну, вот есть такое предчувствие у меня. Так вы же не психолог, вы же не ученый. Обыкновенная звонючка. Откуда вам-то знать? А звонючка? А вы кто? Я. Да. Кто вы? Как вы себя позиционируете? А что, у вас этот, который до вас тут позорился, он не рассказал вам обо мне? Позорился? Смотрите, я вам объясню ситуацию. Ну, позорился, это когда человек выставляет перед другим человеком себя в каком-то нехорошем цвете. Так вот, я хочу сказать, что на линии у меня не совсем, наверное, человек. Поэтому позориться, ну, я не считаю, что позориться. А вы какое-то экспертное заключение кем-то уполномоченный делаете? Да, конечно, я с ним уже, судя по вашему диалогу, экспертное заключение. Так, а кто вас уполномочил, кто вас назначил экспертом? Потому что до себя, сам себя. Я просто вижу, кто на той стороне. А, сам себя? А Наполеоном вы сам себя еще не назначали, не? Наполеоном? А почему Наполеоном? Я вам объясняю еще раз. Ну, экспертом вы сами себя назначили. Какой на другой? Им не являешься. Почему ты только экспертом? Назначьте себя сразу Наполеоном. Причем, назывательно, не императором, а тортом. Вот смотрите, давайте я вам обрисую, еще раз говорю. Тортом не хотите себя назначить? Я так понимаю, что у вас, я вижу, что не совсем пожилой, да, вот такой голос. Соответственно, у вас возраст не пенсионный, наверное. Вот смотрите, я сейчас конкретно, так же скажем, как и менеджер, мы находимся на рабочих местах, на работе. На работе. Как же самое? Вот, находимся. А вы, а вы непосредственно валяете дурака, соответственно, я понимаю, что вы, наверное, находитесь не на работе, вам просто заняться нечего, и просто вы... Никто вас не валял. Я веду себя по отношению к вам очень бережно. Никто вас не валял. Ладно, в общем, я вам одно хочу сказать, что давайте, занимайтесь. Лучше займитесь каким-то делом. Пойдите на работу, устроитесь, поработайте. Такой маленький совет. Чего и вам желаю. Прекратите заниматься тунеядцем. Вот если вы в Союзе, в Пресоюзе, вы такой вопрос, кто не ядец, так вот, и, наверное, вы, наверное, страдайся этим. Мне так кажется. И будете сидеть больше, ниж Юлия Володыма Ревна. Слился. Барбус. Ну, поработать мне желают. Какой заботливый парниша. Алло. Алло, Борис, здравствуйте. Да, добрый день. Да, меня зовут Артём. Очень приятно с вами познакомиться. Как дела у вас? Ну, что, познакомиться со мной позвонили? Нет, узнать просто, как дела у вас. Хорошо, будем надеяться, что у вас все хорошо. Вы мне, подскажите, вот общались с своим подопечным, касательно вашей регистрации на Газпром Инвест. Это у нас был Сергей Налин. Вы мне, подскажите, вообще, что не подошло, почему не решились. Попробовать, начать. Ну, а что вам Сергей ничего не подсказывает? Так, нет, он мне свое видение из ситуации объяснил. Вот, хочу услышать, что у вас не подошло. А что у него за видение? Ну, как вам сказать? Его видение, его видение. Хочу узнать ваше, опять же. Потому что регистрацию оставили, работать начали. Интересно, получается. А в чем оно заключается, его видение? Так, Борис, здесь речь идет не о его видении, речь идет о вашем. Почему не идет речь о его видении? Я же веду речь о его видении. Да, я понимаю. Я позвонил вам с целью конкретно узнать, что вам не подошло. Ну, а я вас задаю вопрос с целью узнать, а как это представляет себе ваш специалист? Ну, мой специалист представляет себе следующим образом, что, в принципе, он-то с вами пытался пообщаться, но я вот тоже слышал запись диалога. И, как он мне объяснил, что, в принципе, на контакт вы, ну, не очень шли, откровенно говоря. И, в принципе, если простыми словами, ваш диалог, это был практический диалог, это просто был конкретно спор между Сергеем и между вами. На какую тему? Как понимать, на какую тему? Ну, спор, он всегда на какую-то тему ведется. Спорят всегда на какую-то тему. Просто так не спорят, должен быть предмет спора. На какую тему мы с ним спорили, мне интересно знать. Ну, так он мне сказал, что конкретно на тему вообще по поводу самой сферы. Чем мы же занимаемся, как это все происходит, так это работает. Так, почему он вам сказал, вы же слышали диалогу, вы мне так ответили. С вашей точки зрения, что нам помешало? С моей точки зрения, я хочу узнать, что помешало вам. Я не устрою свою точку зрения, не узнав, соответственно, обе стороны. Понимаете, моя работа заключается в том, чтобы узнать, что не подошло человеку. Если это условие, значит узнать, какие конкретно, чтобы мы понимали, как компания, в какую сторону двигать. Если это вопрос менеджера, вопрос в нем, тогда, скорее всего, мы либо его поменяем, либо, да, то есть я попытаюсь с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы. А, то есть вы из-за меня будете даже менеджера менять? Да, ну, как понимать, менять менеджера? Я говорю о том, что если вам не подошел Сергей, то вот звоню с вами, я, в принципе, могу ответить на все ваши вопросы. Если вам не подошел Сергей. Ну, да, на мне, наверное, Сергей не подошел, иначе я бы с ним засотрудничал бы. Объясните вы теперь, пожалуйста, в чем заключается наша работа? В чем заключается наша работа? Хорошо, Борис, мне нужно понимать изначально, с чем вы к нам обратились. Какой теорет? Мне кажется, это вообще элементарный вопрос. С целью получения дополнительного заработка. Дополнительного заработка? Услышал, значит, это слово вам не хватает, верно? Нет, неверно. Услышал, хорошо, а кем работаете? Ну, есть у меня работа, которая приносит мне деньги, но денег много не бывает, не бывает много денег. Я понимаю, понимаю, хорошо. Сколько вам ваша работа приносит в среднем месяце? Ну, давайте так. Я вам могу назвать число от скольки. В худшие месяцы оно мне приносит от 95. Ну, от 100, скажем так. Ну да. В принципе, услышалось, хорошо. А тогда... Ну, то есть вы сказали, что, в принципе, вашего дохода вам хватает, правильно понимаю? Хватает. Люди заинтересовались, как можно быть. Хорошо, услышалось. Вы мне подскажите, у вас в этой сфере опыт был? Ну, что вы... Мы же все на этот счет выяснили с вашим предшественником. Разговор вы слышали нас. Ну, возьмите данные с того разговора. Ну, что я должен заново все рассказывать? Нет, так понимаете, что эта информация как раз таки... Понимаете, что она может разниться. В зависимости от того, что вы сказали, что опыт у вас... Есть. Нет, так я вам сейчас ничего не сказал. Зачем вы сочиняете? Ну, хорошо, да. Я вижу, что это Сергей написал по поводу ваших, где-то, что опыт у вас... Ну, так вы видите, вы смотрите на мою анкету какую-то, или как это у вас называется, и повторно задаете одни и те же вопросы. Вы с какой целью мне время мое тратите? Да вы мне проверку устраиваете, или что? Причем мне проверку? Ну, а что это? Я должен понимать, в какую сторону нам работать с вами. А как от этой информации вы сделаете выводы? Какова механика генерирования выводов вот от этой информации? Я никак не могу понять. Я должен понимать, вы серьезно компания настроена или нет? Расскажите мне, пожалуйста, о вашей компании, потому что я пока не понимаю. Я не хожу к врачу. Что вас беспокоит? Как давно? Ну, я вам привожу пример, это аналогия. То есть он вам спрашивает, задает вопросы. Что, как у вас болит? Почему, как давно? Чтобы врач понимал. Я не хожу к врачу, мне эта схема не знакома. Зачем вы мне примеры приводите того, чем мне не знакомо? У меня ни одной, ну, когда-то давно там что-то типа гриппа было, я даже коронавирусом не болел. Когда-то давным-давно у меня там сопли были, мне купили там какой-то препаратик, я его в чашке чая развел, и все. Я не хожу по врачам. Я понимаю. Я вам просто у вас описал ситуацию, как это происходит. Когда человек приходит к врачу, он ему задает вопросы, что и как он не говорит. Чтобы врач понимал, в какую сторону ему вообще двигаться. По-моему, нет. По-моему, так не бывает. Когда человек приходит к врачу, он четко врач сам видит. Если это хороший врач, он видит и даже лишних вопросов не задает. Мне так кажется. Что, если это какие-то ясновидящие получать? Да нет, нормальный врач, он сам все должен увидеть под состоянием пациента. Да, то есть просто как пришел человек, к нему рентгеном просветил, и в принципе, да, дальше уже. Хорошо. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, да, все эти вопросы задаются не просто так. Мы как компания, мы должны понимать, с чем к нам человек пришел. Если там это, скажем, потребность закрыть кредиты, значит, мы понимаем, что у человека есть определенный, да, как говорится, порог, нижний его дохода, который ему нужно зарабатывать. Не понял. А какое вам дело до его кредитов, я никак не могу понять. Вот, понимаете, потому что к человеку нам приходит с какой-то целью. Я вот пытаюсь узнать, какая у вас. Так а вы, что, собес? Вы собес? Вы будете помогать людям решать их вопросы? Да, еще без собес. Ну, хорошо, я вам скажу. У меня очень сильно меня смущает разница в материальном состоянии, в моем и состоянии короля Монако. Вот, мне надо как-то избавиться от этого диссонанса. Он меня, мне не нравится. Будете мне помогать избавляться от этого? Как-то избавиться. Будем помогать, но если цели более реальные. Ну, хорошо. Какие цели для вас реальны? Какие цели для нас реальны? Ну, здесь в зависимости от того, какие цели, представляете вы, в первую очередь, из реальных целей. Как можно больше денег? Мне нужно, а как можно больше денег? Как? Чем больше, тем лучше. Как можно больше денег? Хорошо, услышу вас, без проблем. Соответственно, давайте так хорошо. Что касаемо сферы? Вы понимаете, чем мы занимаемся. То есть, вы понимаете, что это, как это работает. То есть, соответственно, единственный момент, то, что работаем мы на мировом рынке. Да, то есть, доступ мы предоставляем к мировому рынку. Соответственно, вы предпочитаете, что больше? Ручную торговлю или автоматику? Ручную. Ручную, хорошо. То есть, ну, скажу вам так, нужно будет уделять хотя бы 30-40 минут, желательно больше, конечно, но это самый минимум. 40 минут времени в день, в неделю, ну, хотя бы дня 3-4. А почему такое время? Почему 40, не 50, не 60, не 80? Ну, это минимум. Я же говорю, получится больше, прекрасно. В принципе, как показывает практика, этого достаточно, чтобы, в принципе, человек увеличил свой доступ. А что мы, 40 минут, на что они уходят? На открытие-закрытие позиций. Сколько позиций открывать и закрывать приходится? Услышалось. Хорошо, Борис. Нет, так я вас не услышал. Сколько позиций надо открывать и закрывать, что на это все тратится только целых 40 минут? Это все зависит от вашей ситуации, количества позиций, отдельные инструменты для открытия позиций. Это все вам подбирает уже ваш наставник. Так получается, заранее неизвестно, какое время мне придется тратить. Так при чем здесь заранее неизвестно, я говорю, что минимум это 30-40 минут. Так 30 или 40? Потому что вы говорили 40. Хорошо, давайте я вам так скажу. Самый-самый минимум это полчаса. 30 минут. А что за эти полчаса я успеваю сделать? Почему это минимум? Сколько сделок мне надо обычно открывать? Обычно это все зависит от ситуации на рынке. Сейчас вот мы клиенты открывают, скажем, порядка 5-7 может быть, ну до 10 сделок. Ну хорошо, а может быть такая ситуация, что на рынке надо будет открыть 2 сделки? Может быть. Может быть. Так что, я каждую сделку буду по 15 минут открывать? Нет. Ну так тогда почему 40 минут минимум вы говорите? Я ничего не могу понять. Потому что это банально называется риск менеджмент. Мы не открываем. 40 минут это риск менеджмент? Это просто банально небезопасно. Хорошо, Борис. Риск менеджмент это 4% от депозита, а 40 минут это время. Как это может быть риск менеджмент? Причем здесь 40? Хорошо. Я вас услышал. Я опять же повторюсь, я понимаю, почему Сергей написал, что диалог превратился в спор. Если вы хотите узнать, как можно заработать, я вам объясняю, вы стоите на своем. Моя задача... Я вообще лежу на диване. Моя задача была в том, что... Я прекрасно понимаю вас. Поэтому у вас заход 90, если жрите. Вот 90. Поэтому, в принципе, Борис, так вам скажу, что я вам желаю удачи. Действительно, не тратить время. Не тратить время менеджеров. Почему? Мое самое главное время не тратить. Зарабатывать вам больше. В принципе... Я уже нашел у себя компанию намного лучше, чем у вас. Так что за мою будущность вы лично не переживайте. И все еще у вас заход 100 тысяч. Они будут... Они будут переживать вместо вас. Прекрасно. Прекрасно. Удачи, всего доброго. Пока-пока. Алло. Добрый день. Василий? Да. Меня Артем зовут. Я менеджер инвестиционного проекта. На нашем сайте вы интересовались инвестициями. Вспоминайте? Помню. Да. Было. Да. Скажите, тогда я хочу задать вам пару вопросов. Скажите, был ли у вас опыт в инвестировании ранее? Было. Было. А расскажите подробнее. Вот мне интересно. Вот вы инвестировали в акции. Вот, возможно, в бизнес. Вот. Что вы для себя пробовали? В акции, в акции инвестировал. В акции. А в какие? А там много чего было. Там много чего предлагали. Но у меня, к сожалению, опыт негативный. У вас негативный опыт. Я вас услышал. Хорошо. И поэтому вы решили обратиться в компанию. Вы проще финалов, правильно? Ну, у меня, собственно говоря, на долгое время пропало желание вообще как-то инвестировать. А потом я посмотрел, думаю, ну, не все же аферисты. Попробую найти нормально. Нет, ну, конечно, Василий не все аферисты. И у нас, вот, я вам хочу сказать, что у нас очень крупная компания. Вот. Мы на рынке уже более 8 лет. И, вот, мы работаем официально. То есть, мы, смотрите, мы помогаем нашим клиентам создать их личный визуальный инвестиционный портфель. То есть, за вами будет закреплен ваш персональный наставник. То есть, будет помогать вам покупать и продавать акции. Вы будете работать с наставниками, трейдером. Знаете, кто такой трейдер? Ну, это все я уже когда-то слышал. Слышали, да? Ну, вот, трейдер, вот, скажем так, проводит фундаментальные математические анализы. И, соответственно, знает, когда такие активы подорожают, когда подешевеют. Соответственно, вы покупаете активы дешевле, а продаете дороже. И на разницу этих активов вы зарабатываете. Понятно вам, как мы будем с вами сотрудничать? Все это мне уже когда-то рассказывали. А, хорошо. Давайте тогда я вот еще тоже расскажу о компании. Смотрите, мы работаем по следующему принципу. Мы никак с вами, Василий, финансово соприкасаться не будем. То есть, для работы с нами вам понадобится ваш телефон. И понадобится на него установить приложение. То есть, оно похоже на, знаете, вот, Тинькофф, там, Збербанк, еще какие-то банки. Вот вы установите приложение. Установить приложение? Да, вот вам нужно будет установить приложение. Соответственно, когда вам пишет наставник, кто их перезвонит, вы в этом приложении покупаете и продаете, а, соответственно, на этом зарабатываете. А, в установленном приложении? Да, да. Вот, соответственно, вы имеете личный инвестиционный счет, который поможет вам осознать ваш персональный наставник. А, это интересно, да. Я понял. Интересно, я вас услышал. Хорошо, тогда вот я расскажу. Вот, смотрите. В месяц в среднем наши клиенты получают до 20%, но в среднем 15-20%. Вот. Интерес нашей компании составляет 20%, но не от вашей суммы, которую вы вложите, а уже как по конечному результату. Сейчас я объясню. Вот, представьте, что вы вложили определенную сумму денег на счет, да, и заработали там 100 тысяч рублей в месяц. Ну, вот, скажите, как, большая сумма или нет? Как же вы? 100 тысяч? Ну, средняя. За месяц. За месяц? Ну, так, ничего. Ну, я понял. Вы услышали. Да, я вас услышал. Супер, Василий. Хорошо. Скажите, пожалуйста, я хочу задать вам несколько вопросов, потому что, поскольку мы работаем официально, вот, в нашей компании проводится СВО, вы знаете, я думаю. У вас плохо, у вас плохо, что-то со связью. У нас СВО, вы знаете, и у нас, получается, что? Нас обязывают спросить, у вас одно гражданство, вы гражданин Российской Федерации, верно? Да. Отлично. Просто, ну, вы знаете, есть с двойным гражданством, например, Российская и Украинская. С двойным гражданством и Украиной. Так, а Россия... Нету такого понятия двойное гражданство, а Россия и Украина. У него есть, есть, к сожалению. Может быть, вам просто неизвестно, у нас бывали такие клиенты. То есть, мы не работаем, когда двойное гражданство. То есть, есть еще, вот, когда Россия, и мы можем работать. Вы путаете. Ну... Двойное гражданство у России может быть только с Туркменией и с Таджикистаном. А то, что вы называете, называется второе гражданство, а не двойное. Вот, да. Ну, возможно, я допустил оговорку, я прошу прощения. Вот. И еще я хочу вас спросить такой вопрос, были у вас микрозаймы? Да не было никогда, нет. Нет, микрозаймов не было. Хорошо, я вас услышал, просто с ними, для которых микрозайм мы тоже не работаем. Потому что вы же знаете, как они действуют. Вот они, вот, допустим, выводят себе на карту какую-то сумму, да, то есть, из-за микрозаймов она может списаться и просто вообще, значит, денег не отстанет, и, соответственно, клиент нам ничего не может перевести, то есть, за нашу работу. Ну, мне не актуальна эта тема, у меня все хорошо. Да, я просто так вам рассказал, вот, хорошо, давайте еще тогда пару вопросов. Скажите, а вообще, в какой сфере госпитали, чем вы занимаетесь, чем зарабатываете? Это информация просто нужна вашему будущему наставнику, который будет с вами работать. Вот, ну, и, значит, вот, задать вам вот такие вопросы, может быть, неудобные, но, вот, чем вы занимаетесь? Ну, я сейчас стою на бирже труда. Я сейчас ничем не знаю, я уволился. Ну, деньги, накопил подушку безопасности, вот, на них живу. Ну, если найду что-то хорошее, ну, пойду работать. Если нет, там еще несколько... А чем вы до этого занимались, может, расскажите, вот? Ну, нам не очень, скажем так, не очень поощряют. Я даже давал подписку, что я никому не буду рассказывать. Ага, я вас услышал. Я тоже пропитывал договора Василия, я вас услышал. Хорошо, а так, скажите, давайте... Хорошо, Василий, расскажите вообще, вот, ну, кто-то слова, чем мы будем с вами заниматься. Вот, ну, чтобы я понимаю, может быть, у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, я хочу, чтобы у нас с вами был диалог, то есть, ну, может быть, у вас возникают какие-то вопросы, вот, еще по этой теме, чтобы я мог вас проконсультировать. У меня нету никаких вопросов. Вопросов, короче... Ну, в двух-трех словах можете объяснить, как вы поняли? Нет, сейчас что-то не пойму. Вы устраиваете мне экзамен на то, как я усвоил материалы, или что? Ну, я просто это спрашиваю для того, чтобы... Вот, чтобы я понимал, что, смотрите, старший специалист финансовый с вами свяжется, и я должен знать, что вы все поняли, то есть, знаете, как с ним дальше продолжать работу. Я все понял, и знаю, как с ним дальше продолжать работу. Да, еще у меня вопрос. Еще, ну, вообще, вот, в двух-трех словах, вот, вы услышали, да, вот, меня, вот, я вот говорил, что вам понадобится на ваш смартфон установить приложение, помните? Да, помню. Вот, да, какой у вас смартфон, Android или iPhone, вот, у вас смартфон? Android у вас, хорошо, ну, целосовременный смартфон, да, вот, у вас там, наверное, наверное, на нем есть, например, приложение Сбербанка или что-то подобное. Да есть, там хватает приложений, найдется место и еще одному. Хорошо, я вас услышал. Тогда, скажите, вы смогли бы поговорить дальше со старшим финансовым специалистом, правильно? Ну, смог бы, наверное, да. Да, еще скажите, пожалуйста, вот, относительно суммы, вот, вы сами, вот, как думаете, с какой суммы вы хотели бы инвестировать, начать инвестировать? Ну, тут такое вопрос-то надо подумать. Может, что-то подскажет ваш специалист? Хорошо, да, я вас услышал. Просто в нашей компании минимальная сумма составляет 11 тысяч рублей, то есть для тестового периода. Ну, меня не пугают такая сумма. Все, отлично, я вас услышал. Хорошо, тогда я попробую сейчас попросить старшего финансового специалиста с вами связаться. Буквально побудьте на линии пару секунд, хорошо? Да, хорошо. Еще один. Да, Василий, вы здесь? Здесь. Василий, давайте так, я сейчас подам запрос в финансовый отдел. Так. Вы меня вот еще сориентируйте, вы сейчас дома, вы сможете со мной еще по октябрине, вот? Ну, пока смогу, потом уходить буду. Хорошо, я вас услышал. А сколько у вас есть времени свободного? Да не очень много. Получасик. Вам понадобится около 30 минут, вот. Вот получасика есть у меня, а потом уйду. Хорошо, я вас услышал, замечательно. По вашему вопросу, Василий, я подаю запрос в финансовый отдел. Ожидайте 2-3 минуты, пожалуйста. Да, хорошо, я вас услышал. Хорошо, а вообще вот, тоже, чтобы мы просто вот, пока ждем ответ от Василия, да, вы слышите? Да, я вас услышал. Хорошо, а скажите вот, какие у вас вообще, вот, ожидания, возможно, вот, что вы для себя бы хотели в будущем? Вот, заработать, вот, на инвестициях, например, на какую цель? Там, скажем, может вас интересует квартира, там, машина, там, возможно, вы чаще будете в сайте отзывали. Приобрести дополнительный стабильный финансовый источник, ну, или основной, смотря как пойдет. Хорошо, а вот слышали вы, допустим, термин финансовая независимость, знаете такой? Ну да, да, конечно, слышал. Сейчас я передаю... Не, так давайте поговорим о финансовой независимости, алло. Так, мы говорим с вами, обсуждаем все, уже рассказываем. А, это уже другой специалист, ну, я помню. Так, я так понимаю, вы уже готовы общаться со своим финансовым специалистом, правильно? Так это вы? Нет, это не я, конечно. Но у вас другой голос. Я, это я. Горисово надел. Не говорить по-другому стал, да? Да, ну что вы такое выдумываете? Так, все понятно. Вы там, ребятки, в какую-то чехарду играете. До свидоса. Давайте. Сбросил этих придурков. Это что-то они там совсем расслабились. Меняют этот самый и начинают мне мозги пудрить. Ага, я. Алло. Алло. Алло, да. Слушаю, кто это? Да, да, вы только что с моим помощником общались. Я взял звук, уговорил вам, что будем знакомиться с вашим финансовым аналитиком. А вы говорите, что в ерунду играем и смазываете телефон. Ну так вы же изволили, сударь, дурака валять. Рассказывали мне, начали мне доказывать. Ага, вот так мы с вами разговариваем. Нет. Попробовали впихнуть невпихуемое. Рассказать мне, что вы и тот, который рассказывал мне до этого, это одно и то же лицо. Человек, который вам рассказывал до этого, это был мой помощник. Я вам сразу об этом сказал. Ну так вы же не валяйте, дурака, а давайте какие-то конкретные ответы. А вы там такое ощущение, что... Давайте... Мы здесь занимаемся сугубо инвестициями и сугубо серьезным делом. Тем, что помогаем людям зарабатывать деньги. Вы общались с менеджером. Ну после вашего вот этого демарша, который вы тут устроили, ваши слова я не могу воспринимать всерьез. Вы у меня приобрели статус клоуна. Нужно делать. А вы говорите, это вы, это не вы, это я и так далее. Но начинается непонятно что. Да я имею право начинать непонятно что. То есть вы мне не нравитесь. Нет, конечно. А мы с вами и не последний суток, я вам хочу сказать. Мы с вами занимаемся сугубо личным делом, сугубо инвестициями. Ну таки личным делом с вами заниматься мне тоже не интересно. Вы какой-то клоун. Абсолютно неверно вы себя ставите сейчас. Вас еще к тому же и плохо слышно. Мы с вами говорили о том, что будем серьезно относиться к этому делу. А вы в свою очередь обзывайте людей. До чего это было сделано? Вас очень плохо слышно. Давайте с вами будем говорить на чистоту. Я вижу, что мне слышно прекрасно. Возьмите телефон. Просто получше. Алло. Весь от кого все пять минут было прекрасно слышно, а сейчас плохо. Вы мне слышно не обратились. Поверните, пожалуйста, ваш микрофон. У вас искажается звук. Так возьмите телефон к уху. Вот, а сейчас нормально. Вот так и говорите. Вот и прекрасно. Видите? Да. Я вам говорю сейчас про то, что лично вы почему обратились именно в этот бизнес? Почему выбрали инвестиции для себя? Ну, мне интересна эта тема. Да, хорошо. Вы пробовали когда-то себя уже на практике в этом направлении? Пробовал, да. Вот, прекрасно. Получалось, не получалось. Ну, что, сейчас одному расскажи, потом приходит второй в обличие клоуна. Типа вас тоже расскажи. Зачем мне это все? Не нужно так со мной общаться. Мне это нужно для понимания. Вам это нужно, чтобы мы вам помогли. Если бы это была неважная информация, я бы это не спрашивал. Если бы вы обратились и увидели, что они помогают зарабатывать, значит, у вас что-то не получило. Каждому специалисту все начинать рассказывать с самого начала. То есть у вас, если бы вы еще выглядели в моих глазах как-то перспективно, то можно было бы с вами побеседовать. А так пришел какой-то клоун. Да, то есть доход на перспективу 20% от вашего чистого дохода, это для вас не перспектива. Правильно я вас услышал? А в чем он будет выражаться, этот доход? В хлопушках, в конфетти, в ваших шутовских репризах. Вы начали как клоун, я вас воспринимаю теперь как клоуна. Ну, что я могу теперь сделать? Вы с этим можете сделать только одно. Понять, что я воззвонил вам не просто так. Мой менеджер с вами общался не просто так. А для того, чтобы мы можем с вами чему-то пришли. Вы же за бренды, за работой с ним, правильно? К менеджеру у меня вопросов нет. Он хороший парень и общается так вот корректно, уважительно. И толково общается. Вот и прекрасно. Ну, а вы же не менеджер, вы же не толково общаетесь. Вы же клоун. Поэтому не вижу резона тратить на вас свое время. Резона не видите, вы по фене ботаете, я не понимаю. Мы на зоне с вами или что? А что, слово резона это феня, да? Похоже, вы не только в экономике и в инвестициях не разбираетесь, а еще и по фене не волочуете. А я и не сидел никогда. А мне это не нужно. Ну, еще все впереди, не переживайте. Учите, как в хату ходят. Так вот видите, что получается? Ну, вот видите, так это вы, получается, такой человек. Здесь самое главное, что мы с вами, в любом случае, с деньгами будем работать. А вы, видимо, этого не понимаете. Вот смотрите, вы 15 минут уже здесь пытаетесь испражниться себе на свою глупую голову. Вы так и не поняли, что то, как вы начали общаться, вот так деловые люди не общаются. И вы продолжаете ерничать дальше, каждый раз, насирая себе на голову все большую и большую кучу. Вы определитесь раз и навсегда. То ли вы финансовый специалист, то ли вы торчок на корточках, семечки плюющие. И когда определитесь, вот так же глинию свою и проводите. Или как торчок, или как финансовый специалист. Мешать это не надо. Если вы смешаете банку варенья и ложку дерьма, у вас не получится 95% варенье. У вас получится банка дерьма. Вы запомнили? Да, вы все правильно говорите. И вот именно из этого дерьма я вам помогаю выбраться. Потому что, когда вы сами занимались инвестициями, у вас ни черта не получилось. И первым делом, что вы сделали, увидели, что люди помогают зарабатывать в инвестициях. И первое дело, которое вы сделали, это оставили свой номер телефона и имя с фамилией. Как вы думаете, почему вы у меня мало ассоциируетесь с тем, кто может помочь? Нет, 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 стоп. Нет, я говорю, а вы слушаете. Это вы просите так, или вы пытаетесь покомандовать? Нет, это я вам говорю, что вы сейчас молчите. А если не получится так, что будете делать? Когда вы понимаете, когда вы понимаете, что уже нужно. Обижаться или что будет? Не нужно говорить параллельно со мной. Ну почему не нужно? Мне просто интересно, что вы будете делать, когда вы начинаете приказывать, а вас просто не слушают. Тогда вы начнете обижаться и кричать, или что, или заплачете, и уйдете. Что вы будете делать? Я просто не общаюсь. Мне абсолютно не интересно. Ну не общайтесь тогда. Живые, не в том положении, в котором можно мне ставить условия. Пришло такое, залетело все на перьях. Чай тут резко всем, фраернусь. Интересно, их там вот за такие безнадежно запоротые разговоры, им там по копчику вообще дают или нет? То, как пытался вытянуть разговор предыдущий, этот дурачок. Прям с первых же секунд все разрушил. Все то, что было построено. Все, что было нажито не по сильным трудам. Да, добрый день. Добрый день, Василий, мы с вами общались. Помните, Артем? Да, помню. Хорошо, Василий, может быть у вас не сдался диалог с моим коллегой? Скажите, Василий, а есть у вас WhatsApp по данному номеру? Да, есть WhatsApp, ну, я что-то не понял, а что у вас за петух на перьях там работает? Я вас услышал, вам не понравился, возможно, мой коллега. Давайте так поступим. В течение небольшого количества времени мы с вами свяжемся через WhatsApp, хорошо? Так и смысл, я что-то настороженно отношусь к человеку, который вот так себя ведет. Мне что-то не очень-то нравится ваша компания. Мне очень понравился данный разговор, я вас услышал. Хорошо, давайте попробуем через WhatsApp, вот, мы напишем вам на WhatsApp, попробую с вами еще пообщаться. Кто мы? Ну, меня Артем зовут, вот я вам напишу, скажем, через WhatsApp, хорошо? А еще кто? Вот, ну, больше никто, я один. Тогда почему мы? Ну, наша компания, ну, просто с вами будет еще трейдер работать, помните? Вся компания будет писать на WhatsApp, что ли? То есть, если вы хотите, могу я вам персонально, лично написать на WhatsApp. Вообще ничего не понятно, что вы там за компания, какая-то странная. Хорошо, компания РБК. Да, ладно, все. Василий, давайте тогда попробуем в WhatsApp, как вариант. Все, Ланя, я сейчас ухожу, тогда давайте, не знаю, на следующей неделе. Ну, давайте не откладывать так надолго. Ну, давайте, может быть, лучше завтра я попробую указать. А лучше дня через два, можно давать дня через два? Хорошо, я вас услышал, Василий. А еще, ну, или через три, ну, как-то так, потому что сейчас уже что-то нету желания. Ну, вы знаете, вот чем раньше мы сможем приступить, тем больше вы сможете заработать. Просто вот, возможно, вам не понравилось сообщение с моим коллегой. Вот, за это я приношу извинения. А можно все-таки на следующей неделе? Ну, на следующей неделе слишком поздно будет. То есть, вот сейчас, вот, например, ну, скажем так, пока вы загорелись желанием инвестировать, вот, лучше это не откладывать. Вот, давайте я поставлю, чтобы вам также перезвонили, написали на WhatsApp, и, возможно, ну, я вам напишу, если вам интересно. Или уже с нового года тогда, я не знаю, с нового года, в принципе, на новое. Василий, я вас услышал, с вами свяжутся, всего хорошего. Да, давайте уже в 24-м году, давайте тогда. В Новый год с новыми веяниями. Василий, я вас услышал, с вами свяжутся, всего хорошего. Да, до свидания. Ха-ха-ха. Да, Василий. Отлично. Меня Артём зовут, я менеджер инвестиционного проекта. Ранее вы интересовались инвестициями, хотели дополнительный доход получать. Припоминаете такое? Ну, да. Вот, замечательно. Скажите, пожалуйста, как вот для себя вот сферу инвестиций рассматриваете? Вот что вообще, вот, думаете, вот какие у вас, возможно, мысли есть, вот, как происходит процесс инвестирования? А мы же недавно с вами общались. Ну, мы ни к чему с вами, с вами не пришли, вот, поэтому я... Расскажите, пожалуйста, а что не получилось в нашем с вами диалоге? Вот, честно говоря, я вас, конкретно с вами, не могу вспомнить диалог, но, может быть, вы мне подскажете, чтобы я понимал, какие у вас сомнения возникли и помог вам с ними разобраться. Вот, и я до сих пор, так я не пойму, почему я еще не приступил к... Работе. Почему вы не дали мне приступить к работе? Что случилось, объясните мне. Я так и не понял этого всего. Я вот лично думаю, что это все-таки вопрос с вашей стороны. Ну, да, с моей стороны вопрос прозвучал. Да, я вот, я никак не могу... Хорошо, Василий, а как вы вот, как вы вот поняли для себя, как вы вот будете инвестировать и на этом зарабатывать? Мне интересно, вот, что, что, что вас бы засмущало, что мы не смогли с вами приступить к работе? Абсолютно не могу никак понять, что, какая проблема с вашей стороны, что я хотел начать работать и не смог. Я уже какое-то время пребываю в жутком недоумении по этому поводу. В жутком недоумении, я вас услышал. А с чем это связано? Ну, какие у вас вот мысли? Вы ответите на мой вопрос? Вот вам удалось, конечно, отвечу на все ваши вопросы. Ну, я уже задал вопрос. Хорошо, я не понимаю, что вас засмущала? Техническая сторона, какие-то, возможно, акции, что вам... Вот, вы не поняли процесс инвестирования. Вот, вы не смогли вот через вот АПС связаться со старшим специалистом. В чем возникло вот это понимание? Так, а когда вы будете отвечать на мой вопрос? Я уже два или три раза его задал, а вы так и не отвечаете. Почему так игнорируете? Я ничего не могу понять. Давайте, вот, я, как я уже вам сказал, скорее всего, это вопрос с вашей стороны. Нет, ни в коем случае. Вообще, объясните, чем я вам не подхожу? Хорошо. Возраст подходит, все у меня подходит, гражданство подходит. Что такое? Почему я... Гражданство подходит, микрозаймов уже нету, правильно? Нету никаких микрозаймов. Ну, почему вот такая политика вашей компании? Почему я не допущен к работе? Как это вы не допущены к работе? Ну, я работаю уже или нет? Хорошо, Василий, тогда могу вам попробовать предложить тестовый период. Ранее слышали о тестовом периоде, нет? Ранее? Ну, да, Василий, слышали, нет? Ну, слышал, конечно. Вчера, по-моему. Вот. Вы вчера уже слышали, хорошо. А вы, так а что... А что вот вас регламент в вашей компании, не допускает меня? Ну, кто принимает решение? Вот кого допускать к работе, а кого-то не надо. Вот кто принимает решение по этому? Старший финансовый специалист принимает решение, поэтому... А как с ним можно связаться? Вы хотите связаться с нашим финансовым специалистом, правильно? Ну, это он меня не допустил. Вас не допустили, то есть, вообще, процессы инвестируем, правильно? Я вас услышал, Василий, хорошо. Тогда... Я бы хотел заметить, что не допустили без каких-либо объяснений. Вот если бы мне говорили бы, что вот эта черта не подходит, или эта черта не подходит, я бы понял бы. А так, все выслушали, все хорошо, и в результате я все равно не имею возможности работать. Я прямо не понимаю этого вопроса. Почему так? Хорошо, Василий, тогда оставайтесь со мной на линии, сейчас я попробую подключить вас старшего специалиста... А как его зовут? Сейчас я уточняю данную информацию. Вы не знаете, как зовут старшего специалиста, что ли? У нас несколько человек работает, у нас очень большой коллектив, и я не знаю точно... Кто меня заблокировал, забанил, вы не знаете, да? Просто у нас штат более двух тысяч людей, и я вот написал запрос в финансовый отдел, чтобы сейчас ко мне подключили старшего специалиста. Конкретно этого человека я... Ну а вы можете по базе посмотреть, кто меня забанил? Сейчас, подождите. Там же должно быть написано по базе, кто банит, кто вынес бан. Посмотрите, пожалуйста. Алло. Алло. Да, так кто меня забанил? В смысле вас забанили? Что это значит? Ну, кто-то принял решение о моем недопуске, я на него жалобу напишу коллективную. Ничего не объясняя, взяли себе моду банить людей. Я вот, честно говоря, впервые с таким столкнулся. Я, честно говоря, тоже. Я вот не понимаю даже, о чем вы говорите. Это, возможно, уже вообще первый случай. Вот. Такого плана. Хорошо. А скажите, а как у вас забанили? Вы говорите, может быть, про WhatsApp? Вы по WhatsApp выходили на связь? Все, нет, мне положили трубку. Все вроде хорошо было, а тут резко положили трубку. Я не могу дозвониться. Мне вообще говорят, что там он с двух номеров звонил. Мне говорят, что такой номер вообще не существует. Василий, возможно, вы пытались... Сейчас, подожди, я... Я пытался выйти на связь? Я брал острую бритву, правильно. Я брал острую себя, да, да, да. Я понимаю, что вы говорите сейчас. Это как-то не связано. Вы уверены, что вам звонили именно из нашей компании? Ну, я только в одной компании проходил регистрацию. Хорошо. Прежде чем мы с вами продолжим, подскажите, вы вообще поняли, чем мы будем заниматься? Да, поняли. Ну, конечно, поняли. Мы долго беседовали, у меня все хорошо было, все устраивало. Э, куда слился? Вот был бесен. Канал МАФ благодарит всех, кто принял участие в его жизни донатом, лайком, уместным комментарием. Благодаря вашей активности у нас не пропадает желание творить. Всем всего доброго и не давайте себя одурачить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»